сегодня у нас в меню будет мясное блюдо с ростками бобов маш но начнем с того что подготовим соус берем какую-нибудь емкость удобную для перемешивания и добавляем либо устричный соус либо соевый соус 3 столовые ложки я не люблю устричный соус поэтому использую соевый вообще в принципе предусмотрен устричный соус для этого блюда далее добавляем мирин рисовое вино 2 столовые ложки и молотый чеснок 1 столовая ложка соус здесь достаточно простой нехитрый не так уж много ингредиентов далее добавляем сироп ли сахар по вашему выбору одну столовую ложку как приготовить домашний зерновой сиропе здесь в блин к верху на рецепт теперь нам осталось только все хорошо перемешать и оставляем соус пока что в сторону теперь займемся основными ингредиентами а именно здесь у меня та часть которых корей называет сам гапсаль то есть это мясо имеющие три уровня как бы получается кожа жир и мясо но я срезаю кость у меня здесь мясо на кости кость можно использовать для очень многих блюд здесь вот линк будет вверху для чего можно использовать например для кимчи чаге и кожу в данном случае я тоже срезаю но если хотите можете к и покажу оставить и готовить вместе с кожей свиная грудинка получается 200 грамм мы с вами должны нарезать свиную грудинку тонко и кусками среднего размера блюдо готовится достаточно быстро и на сильном огне нам нужно чтобы мясо быстро приготовилась нарезаем тонко и у нас здесь получается на грудинка и другой основной ингредиент это ростки бобов маш они берутся в принципе для этого блюда в пропорциях один к одному то есть 200 грамм того и 200 грамм другого мы промываем и ростки и помещаем их так чтобы с них стекла вся вода чтобы они обсохли это важно и вы можете использовать их вместе с головкой даже если немного проросли из корням но в данном случае у меня они были уже очищенные от головки от корня далее мы заливаем с вами на сковороду растительное масло одну столовую ложку и добавляем туда мелко нарезанный зеленый лук одно пирог количество зеленого лука вообще зависит от того насколько вы его любите пассируем зеленый лук на среднем огне до явного его запаха обогащаем масло зеленым луком затем добавляем закладываем свиную грудинку после этого мы поднимаем огонь до сильного и далее готовим на сильном огне все время помешивая нам нужно будет с вами довести мясо до полу готовности а сначала на поменяет цвет побелеет вы можете остановиться попробовать как приготовилась мясо и затем когда она наполовину готовы добавляем половинку луковицы тонко нарезанные полукольцами и продолжаем готовить на сильном огне все время помешивая нам нужно будет с вами довести мясо до полной его готовности когда мясо готово мы так вот разбегаем освобождаем середину на сковороде заливаем прежде подготовленный нами соус и нам нужно будет все хорошо перемешать с соусом и нужно будет довести соус до кипения как только у нас соус закипит то пришло время добавлять и ростки бобов марш с этого момента мы их действуем очень быстро заложив ростки мы сразу начинаем их перемешивать продолжим готовить на сильном огне готовим в течение 20 секунд нам нужно чтобы ростки сохранили свой жевательный эффект нам не нужно чтобы они размякли и дали воду поэтому здесь вот готовим очень быстро все после 20 секунд мы выключаем огонь добавляем черный молотый перец по вкусу и нам остается только все хорошо перемешать и собственно говоря наше нехитрое вкусное блюдо готовы и мы подаем его к столу блюдо подразумевает то что его едят с рисом и с остальными закусками то есть это как бы основное такое блюдо а как я сказала устричный соус подразумевается самой рецептурой но если вы изменяете на соевый соус то тоже получается достаточно вкусно устричный соус он дает такую крахмалистую консистенцию и такой более насыщенный цвет и более насыщенный вкус советую вам попробовать ростки прям такие остаются хрустящие мясо уже достаточно хорошо уже прожаренное надеюсь вам понравится здесь еще раз придем способ приготовления и ингредиенты лайкайте подписывайтесь оставляйте ваши комментарии и приятного аппетита а